Юрий Александрович Улингов. Стикс. Внешник. Анотация. Наемник Айвен летел на очередное задание, а оказался в мире Улья, странном, жутком и смертельно опасном месте, состоящем из осколков других миров, населенном живыми мертвецами и опаснейшими монстрами. В мире, откуда обратной дороги нет. Или все-таки есть? Неизвестно. Впрочем, сейчас не до поиска в пути домой. Сначала надо хотя бы выжить. Для этого нужно всего ничего, стать опаснее и безжалостнее самого лютого монстра, постаравшись при этом сохранить в себе человека. Впрочем, что-что, а выживать Айвен умеет, как никто другой. Содержит нецензурную брань. Глава первая Айвен пришел в себя резко, рывком, как из воды вынырнул. Даже немного жаль. Там, под этой самой водой, ему было уютно и комфортно, тихо и спокойно. А стоило очнуться, как навалилась целая гамма ощущений. И назвать эти ощущения приятными было нельзя. Зверски болела голова, пульсировала болью колено, ремень автомата впился в ребра, не давая вдохнуть. И еще какое-то странное ощущение, как будто он... Хотя, почему как будто? Он действительно висел вниз головой. Какого черта? Попытался выругаться наемник. Но из горла вырвалось лишь сдавленное сипение. Да что здесь происходит-то? Так. Он с группой вылетел на задание. Странное задание, надо сказать. Хотя бы потому, что дернули их прямо с тренировочного полигона, разрешив лишь забрать немногие личные вещи из казармы. И брифинга, предшествующего любой операции в группе «Феникс», на этот раз не было. Вместо этого их погрузили в вертолет, кинув лишь, что инструктаж последует непосредственно на месте, и не дав даже переодеться и упаковать оружие и боеприпасы. Пошли как есть, в тренировочной форме с незачехленными стволами по-боевому. Да еще в вертолете обнаружилось, что их уже ждут сумки с боекомплектом и прочими милыми сердцем бойцов радостями. Впрочем, это не удивляло наемника. За время работы на компанию он видел и более странные вещи и ситуации. И в бой прямо с борта идти уже доводилось. Но бою всегда предшествовала вводная, и никогда еще миссия не заканчивалась, не успев начаться. Какого дьявола ничего не видно? Что случилось? Последнее, что он помнил, голос пилота, сообщающий о странном тумане по пути следования. А потом... Кажется, что-то произошло. Шум двигателя смолк, вертолет опустил нос и ринулся к земле. Удар, темнота, все. Ага, то есть они упали. Почему сейчас значения не имеет? Это он потом выяснит. А сейчас нужно понять, почему он ничего не видит и принять положение, более подобающее человеку прямоходящему. Он вслепую зашарил руками по груди и наткнулся на пряжки ремней безопасности. Нащупал застежки и с матом полетел вниз. Приземление вышло жестким. Он отбил себе еще и ребра, но теперь, по крайней мере, мог видеть. Оказывается, до этого обзор закрывал съехавший на глаза подшлемник. Сам шлем был не застегнут во время полета. Вот он валяется неподалеку. Айвен попытался рассмотреть хоть что-то в полумраке. Вертолет лежал на крыше. То есть их еще и крутануло при падении. Замечательно. Отлично просто. Хотя могло быть и хуже. Вертолет мог взорваться, к примеру, или упасть в воду. Тогда бы гоплык с гарантией. Ну да ладно. Жив и хорошо. Только черт побери. Где остальные? На голову что-то капнуло. Айвен поднял руку, провел по макушке и взглянул на пальцы. Кровь. Задрав голову, наемник выругался. Прямо над ним висел их снайпер Эйс. А кровь вытекала из дыры в его голове. Чтобы поставить диагноз, медицинское образование не требовалось. Эйс был мертв. Твою-то мать. Кажется, он остался один. Глаза начали привыкать к полумраку. Он видел все новые детали. Сизый, инженер группы, лежал в дальнем углу. Шея неестественно вывернута. Человек под таким углом сам башку не повернет. Так что тут даже проверять не стоит. Кабан, штатный пулеметчик, тоже мертв. Вон какая лужа под ним. И правда, как с кабана натекло. Кстати, это сколько времени прошло? Он поднес к глазам часы и недовольно скривился. Часы показывали какую-то несуразицу. На электронном табло защищенного гаджета горели одновременно все символы. Механические стрелки не двигались. Что за черт? Так, а где шурупы Омега? Их тел не видно. Стало быть, живые. Но почему тогда они его не вытащили? Бросили, что ли? Да ну, не могли. Даже если бы посчитали мертвым. Инструкции на случай провала любой операции исчерпывающие. Уничтожить все следы. А тут не то, чтобы следы, а целая вертушка с тремя трупами и одним Айвеном валяется. Совсем беспалево. Ага. Нет, тут явно в чем-то другом дело. И тут сзади послышался шорох. Наемник резко развернулся, вскидывая автомат, и тут же опустил оружие. В дыре, образовавшейся на месте отвалившегося хвоста, показалась фигура, затянутая в черный комбинезон. Легкий бронежилет, шлем. Невысокий рост. Омега собственной персоной. Ну, хвала богам, он не один здесь. Братан, что-то ты не спешишь на помощь, как я погляжу? Айвен ухмыльнулся. Где шурупа потерял? Омега не ответил. Только всхрапнул как-то странно и, прихрамывая, двинулся к Айвену. Эй, бро, тебе плохо, что ли? Чувак, что с тобой? Омега все так же молча сделал еще пару шагов, а потом неожиданно рванул вперед, последние пару метров преодолевая в прыжке. Шлем товарища ударил Айвена в подбородок. Рот наполнился кровью. Нелепо взмахнув руками, наемник упал на спину. Сверху приземлился Омега. Его рот приоткрылся, и из него донеслось гортанное рычание. Айвен попытался спихнуть с себя навалившееся тело, но ничего не вышло. Руки были прижаты к груди, а Омега хоть и не отличался богатырской комплекцией, но вместе с экипировкой весил немало. Да охренел ты, что ли? Наемник чувствовал на лице горячее дыхание недавнего товарища. И не только горячее, но еще и смрадное. Будто тот дохлятину жрал. Айвен, наконец, нашел точку опоры и смог скинуть с себя нападающего. Лучи заходящего солнца сквозь дыру фюзеляжа упали на лицо Омеги, и Айвен сглотнул. Губы и подбородок обезумевшего товарища были перепачканы кровью и чем-то темным. Грязью, что ли? Рот распахнут, между зубами висят ниточки липкой слюны. Но больше всего Айвена поразили глаза. Темные, совсем без белка, безумные и наполненные нечеловеческим голодом. Больше наемник не раздумывал. Высвободив правую руку, он коротко размахнулся и ударил. И еще раз, и еще. Под кевларовыми вставками перчаток хрустели, ломаясь кости носа и зубы. Во все стороны летела кровь, но Омега не обращал на это никакого внимания, продолжая рваться к Айвену. В какой-то момент наемника от такого напора стало не по-детски пробирать. Любой нормальный человек на месте Омеги уже давно вырубился бы или хотя бы сдался. Тот же будто и не чувствовал боли. Несмотря на то, что лицо его уже превратилось в кровавую кашу. В конце концов Айвен не выдержал и потянулся за пистолетом. Угомонись, придурок, замочу же, больше для очистки совести, чем надеясь достучаться до сбрендившего товарища, прошипел Айвен, выдергивая пистолет из кобуры. Никакой реакции. Избитый Омега все так же рвался из подоседлавшего его наемника. Да успокойся ты. Зубы Омеги клацнули у самых пальцев Айвена и терпение его лопнуло.